Война в Украине и влияние санкций на российскую экономику уже привели к появлению нового типа российских миллиардеров. Только успели к старым привыкнуть. Как пишет Ройтерс, Владимир Путин после прихода к власти четверть века назад сначала избавился от олигархов 90-х годов, а затем назначил новое поколение магнатов, зачастую выбранных среди его старых коллег из российских спецслужб. А теперь появляется третья волна. Что это за волна, об этом мы не только будем говорить сейчас. К нашему эфиру присоединяется Илья Нисходовский, экономический эксперт. Илья, рад приветствовать. Добрый вечер. Илья, по какому принципу Путин выбирает себе правильных миллиардеров или назначает миллиардеров в своем окружении? Ну, тут, скорее всего, не столько назначает, сколько выбирает из самых ушлых, те, которые максимально преданы, те, которые будут выполнять любое решение, которое дается с Кремля. Мы уже видели, что в угоду политическим решениям фактически Газпром становится банкротом. То есть, вот такие вот бизнесмены Кремлю нужны. То есть, чтобы, несмотря на то, что вы готовы обогащаться за счет российского народа, готовы зарабатывать на любых схемах, которые только возможны, но самое главное – это преданность Кремлю. И, соответственно, эта преданность должна проявляться тем, что вы готовы пожертвовать и деньгами, и соответствующими какими-то своими ресурсами для того, чтобы реализовать политику Кремля. Поэтому тут самое главное – именно преданность. Есть преданность. Ты имеешь аморальные фактические качества, ты готов выполнять любые приказы. В этом случае ты будешь с Кремлем, в этом случае ты будешь всегда. И если ты будешь лояльным к Кремлю, то, соответственно, ты будешь богатым, у тебя будет все. Как только эта лояльность теряется, сразу же судов в России как таковых нету. У тебя могут забрать абсолютно все до последней копеечки. Даже если это дело относительно приватизации, которая произошла еще в начале 90-х годов, у тебя могут отобрать абсолютно все, тебя могут посадить по абсолютно надуманному обвинению и забрать все. Но, еще раз, это в том случае, если действительно проявляется какая-то нелояльность или какие-то внутренние лагеря между отдельными группировками или, как они говорят, башнями Кремля происходит, соответственно, может произойти то, что одна башня победила другую, соответственно, завалила какого-то бизнесмена, который финансирует какую-то отдельную ветку Кремля. Илья, правильно ли я понимаю, что сейчас новая волна миллионеров или миллиардеров даже в Российской Федерации в большей степени касается, простите за жорганизм, ну, того дерибана зарубежных активов, которые остались в Российской Федерации, ну, активов зарубежных компаний, которые остаются в Российской Федерации. То есть, экспроприированные активы, по сути, сейчас будут разделяться между теми, кому Путин посчитает нужным их передать. Правильно, те, кто являются лояльными, соответственно, сейчас компании уходят, есть возможность их ограбить, есть возможность ограничить их, ну, забрать просто-напросто это имущество в полном объеме и передать лояльному. И еще раз говорю, это лояльность. Есть лояльность, тебе передадут, тебя сделают богатым максимально. Кроме этого, использовать имущество иностранных компаний также для того, чтобы получить лояльность тех, кто сейчас теряет. Почему так увеличилось количество олигархов и количество их имущества? Вроде бы война, они должны беднеть, они должны уменьшать свое состояние. Но мы по статистике видим какой-то другой процесс. И у нас можно подумать, что у них там все хорошо. Нет, этот процесс происходит по двум основным причинам. Первая причина, то, что их котировки акций происходят фактически в закрытом режиме. И это тоже является административно установленной ценой. Твое богатство зависит от того, какая цена будет установлена на твои компании. А второй момент, это, соответственно, это Дерибанк. Это передает имущество других компаний, не только иностранных, между прочим, компаний. Это может быть забираться и компания в середине российских, соответственно, олигархов. И передавать более лояльным, для того, чтобы они, после того, как они разботеют, конечно же, будут выполнять все то, что говорится, все приказы, которые будут даваться им с Кремля. Российские миллиардеры второго поколения, по сути, практически полностью заменили собой российских миллиардеров первого поколения. Это тех, которые еще получили часть власти, денег и имущества при Ельцине. И дальше немножечко пожили еще при Путине. Дальше Путин их заменил, да, опять же, на миллиардеров второго поколения. Означает ли это, что, например, сейчас Сечину и Миллеру следует напрячься, поскольку, ну вот, уже третье поколение готовится, а оно с высокой долей вероятности будет заменять предыдущие? Ну, тут сложно сказать, почему убирал Путин предыдущих олигархов. Потому что они разбогатели не благодаря ему. Даже если они проявляли определенную лояльность, но они разбогатели в результате той же самой прихватизации, которая у них была в 90-е годы. А, соответственно, если ты стал самостоятельным и богатым не за счет Путина, значит, ты недостаточно благодарен, недостаточно лоялен существующей власти. Именно поэтому у них забирали. Сейчас тут будут высматриваться вот тех недовольных, которые могут высказаться тем, что идет война, тем, что они теряют какие-то активы, против них используются определенные санкции. Если ты будешь в этом ситуации быть недоволен политикой Кремля, то ты в конце концов пострадаешь, у тебя заберут имущество, тебя кинут за решетку. Или ты просто будешь вынужден бежать из-за этой страны и, опять же, останется нищим. То есть вот эта очистка будет происходить не столько, чтобы задобрить новых, потому что еще неизвестно, что от них ожидать, а в основном забрать у тех, кто проявляет какую-то слабость и какую-то недостаточную лояльность и сомнения в том, что Путин проводит правильную политику. И то, что гибнут люди, и то, что экономика валится, все равно все должны восхвалять Путина. И только это является условием для того, чтобы у тебя не отобрали все твое имущество. Илья, на ваш профессиональный взгляд, насколько реально зависит экономика Российской Федерации, ну или огромный вот этот вот кошелек Путина или кремлевских элит от тех самых миллиардеров, которые сейчас появляются или уже были созданы Путиным в начале своей карьеры на посту президента Российской Федерации? Ну, пока что это не такая, скажем так, критическая масса, но надо понимать, если предыдущие олигархи, они ставали олигархами, все-таки управляя своими компаниями и понимали, как ведется бизнес, то вот эти новые, они разорят эти компании, на которые они придут, потому что у них нет соответствующего управленческого опыта. Они не понимают, как действуют компании, как получать ресурсы. То есть фактически рождаются исключительно такие компании, которые будут доить российский бюджет, которые будут вытягивать с них деньги. Иначе они банкроты. То есть это поколение очень опасно для Путина. И опасно для Путина не только потому, что оно будет лояльным. Оно будет лояльным, но проблема заключается в том, что эти компании будут разоряться. Вы не умеете соответствующих людей и соответствующие опыта управления. Вы будете грабить эти компании. Вы будете вытягивать с них ресурсы, понимая, что сегодня я получил, а завтра может все поменяться. Соответственно, сейчас надо вытянуть максимум, насколько это возможно, где-то прятать, что в случае какой-то опасности, какой-то нелояльности убежать уже на каком-то острове, жить с теми награбленными миллиардами или какой-то стране, а обезопасить себя. Поэтому в этом отношении я не считаю, что они критически, скажем так, влияют на Путина, но при этом это будет такой камень на шею, который повешен Путину и который будет тащить его на дно и экономику в целом. Илья, как считаете, в Европейском Союзе готовы ли вводить новые личные санкции в отношении вот тех самых новоиспеченных миллиардеров? Тут сложно сказать. Почему? Потому что и по отношению к старым миллиардерам я считаю, что санкции достаточно. Если их не жены, если их не дети обходят эти санкции, если они идут в суды, иногда выигрывают и, соответственно, снимают какую-то часть тех санкций из каких-то отдельных активов, имеют возможность их продать, осуществлять какие-то операции. Поэтому в этом отношении сложно сказать, чем будут отличаться новые от старых. Тем более те будут доказывать, что вот мы хоть и получили эти активы, но мы получили их в результате законно, выкупили за, конечно, бесценок у российского бюджета или российского управления активом, которые они забрали. Теперь они как бы абсолютно добросовестны и готовы там что-то выполнять. Поэтому по отношению к Западу, то, конечно, каким-то определенным новоявленным олигархам будут использоваться санкции. Но при этом все-таки, если оценивать объективно относительно того, насколько применяются санкции к старым олигархам, то я, честно говоря, сомневаюсь, что к новым олигархам будет какое-то отдельное, другое отношение, чем к старым. Еще раз следует отметить, речь не просто идет о миллиардерах, бизнесменах. Бизнес замечательный, стали миллиардерами, поздравляем. Но здесь люди, которые напрямую связаны с финансированием преступных действий Российской Федерации, преступной войны, которая незаконно развязана Российской Федерацией против Украины. Раз уж затронули тему Европы, сейчас в Берлине проходит Ukraine Recovery Conference. Следите ли за событиями там? Да, обязательно. То есть это очень важная конференция. Мы понимаем, что Германия – это самая главная экономика в Европейском Союзе. Поэтому получить определенную благослонность и поддержку со стороны немецких предпринимателей на этой конференции для нас очень важно. Мы должны предоставить информацию о том, как у нас будут проходить реформы, как мы будем выполнять этот план по вступлению в Европейский Союз. Уже есть определенные результаты. Это касается того, что начнутся переговоры про вступ Украины в Европейский Союз. Это и передача Патриота новых средств против воздушной обороны и против ракетной обороны, которые нам сейчас очень нужны для того, чтобы защитить нашу энергоструктуру. Очень важно также, что там представлено достаточное количество местных органов власти, представленные гражданские активисты. Поэтому в этом отношении это все замечательно. Но все-таки мы будем оценивать о том, насколько успешно было проведено это мероприятие после тех документов, которые там будут реально подписаны. Учитывая, что есть желание у немецкой стороны, у представителей других европейских стран, которые приехали на эту конференцию, то это очень сильный такой посыл для того, чтобы иметь конкретные шаги, конкретные решения, в результате которых они помогут нам и восстановиться после тех обстрелов, после тех разрушений, которые расширяет сейчас Украина-агрессор, так и также пережить эту зиму. Конечно же, много вызовов сейчас перед украинской экономикой, но при этом вот как раз об этом и надо говорить. Жаль, что Европа, ну скажем так, на мое убеждение, насколько я вижу, очень, скажем, медленно решаются те вопросы относительно помощи Украине. Более решительная Европа нам нужна, более решительные действия нам нужны, более количества помощи нам нужно. Нам нужно больше средств противовоздушной, противоракетной обороны, потому что это вопрос уже выживания всей страны, это уже вопрос безопасности Европы, это уже вопрос стойкости нашей экономики. Поэтому тут надо решать вопросы относительно помощи Украине более решительно, чем это происходит сейчас. Ждем более решительных решений, извините за тавтологию, но уж так и есть. Илья, спасибо большое. Илья Анисходовский, экономический эксперт, присоединялся к нашему эфиру. Илья Анисходовский, экономический эксперт, присоединялся к нашему эфиру.